Ведомство Сергея Евменинка занимается вопросами проведения судебно-медицинских экспертиз в области криминалистики, а также курирует сферу здравоохранения. Поэтому проблемы, с которыми пришли посетители на прием, достаточно специфичные. Вот волокит это все, то документы не приложили, то еще начали гонять по инстанциям. Два раза в рейке была консультация просто, признаков инвалидности не увидели. По постановлению, если группа полосина, дают бесплатные слуховые аппараты, а так не дают. У жительницы города Пинска Любови Роля проблема совершенно иного характера. Женщина сомневается в точности проведенной судебно-медицинской экспертизы в отношении смерти ее мужа. Вдова уже обращалась в вышестоящие инстанции в Пинске и Минске, которые оставили выводы экспертов без изменения. Но Любовь Тимофеевна не оставляет попыток добиться пересмотра решений экспертов. Пишут лишь бы, что убрали все органы у хозяина, напичкали ветошью. В общем, творят лишь бы что, чтобы выгородить преступника, а человека списывают, как умер сам по себе. Вопросы и проблемы, с которыми обращаются граждане, самые разные. Кто-то не согласен с выводами экспертной комиссии, кто-то просит совета для решения своей проблемы в других инстанциях, которые так или иначе взаимодействуют с комитетом. Все, что связано непосредственно с деятельностью нашего комитета, оно решается достаточно просто. То есть, если действительно факты имеют место, мы инициируем проведение служебной проверки по этим фактам. Если есть какие-то замечания, нарекания, которые устраняются в таком порядке, простом, то, естественно, они устраняются. И если есть виновные, они несут ответственность дисциплинарную. Если же вдруг, пока такого не было, но может быть всякое, возникает вопрос, скажем, о неправильно проведенной экспертизе, то тогда инициатор экспертизы будет проинформирован о том, что вот такая ситуация обнаружена, и что ему надо назначить повторную экспертизу для того, чтобы найти, соблюсти баланс интересов. Продолжение следует...